Отравление грибами происходит в 90% случаев это бледная поганка, он же амотоксин. Это токсичный алкалоид, который присутствует и в других грибах, и он самый опасный, вызывает самое серьезное отравление. Симптомы чаще наступают через 10 часов, ну приблизительно так. И уже ворвоту, например, вызывать уже в принципе бесполезно. Просто необходимо выпить очень много активированного угля и конечно же в больницу. Но если нету такой возможности, то конечно самое такое вещество, которое все-таки и в больницах водят, это тилибанин. Это как раз таки активное вещество расторопши. И в принципе даже если его и нету, то конечно же может даже подойти широт расторопши. Он продается в каждой аптеке. И конечно же его надо принимать чем раньше, тем лучше. Даже если у вас подозрение, что вы что-то не то съели, то конечно же лучше вызовите рвоту и сразу принимайте расторопши. Очень много. У меня она всегда есть дома, поэтому это очень универсальное средство от многих проблем. И конечно же отравление происходит 10 дней может быть. С 10 дней что-то можно, да. Начинаются проблемы с печенью. Например, печеночные маркеры могут только расти с каждым днем. АЛТ при норме 63 могут достигать 4500. АЛТ в норме 41 могут достигать 6100 и выше. И поэтому там уже понадобится и пересадка печени. И почки будут показывать. Поэтому очень осторожно. Потому что молодая поганка, она очень похожа на многие грибы. Или вот, например, также можете здесь купить, это например, силимарин. Он как раз и содержит в себе телебин. Поэтому вот здесь уже написано прямо, какое количество есть активного вещества. И фирма очень хорошая. Поэтому очень даже рекомендую его. Ну вот и здесь также резвератрол сравнивали с телебинином. И резвератрол был даже немножечко эффективнее. Было меньше повреждений клеток печени, меньше некроза и других параметров. А в группе силимарин было больше повреждений печени, некроза и других параметров. Но самое важное, это как раз таки и резвератрол, и силимарин. Они должны вводиться быстро, в течение 5-24 часов после отравления. Например, также силимарин был в дозе 50 мг на килограмм. И тогда улучшались параметры печени. И не было смертности в этой группе. Но как раз таки, когда было уже позже, тогда уже улучшений почти не было. Поэтому, конечно же, только лучше уже тогда резвератрол держать дома на такие случаи. Ну и также здесь мы дальше можем посмотреть, что как раз, например, когда плохой показатель, когда начинается диарея в течение 8 часов после принятия грибов. Вот это уже плохой показатель. И чаще летальные случаи. Обычно всё-таки как раз таки боль, тошнота, рвота, диарея – это на второй стадии. Это примерно 24-48 часов после приёма. И, например, также здесь рассматриваю С-витамин. Вообще С-витамин – это, конечно же, сильное противоядие и антидот ко многим токсинам и ядам. Но поскольку вообще не существует противоядия против амотоксина, поэтому рассматриваются всякие варианты. Есть те, кто, конечно же, рекомендует этот С-витамин. Есть клинические исследования, врачи описывают случаи, как они помогают. И, конечно же, С-витамин останавливает повреждения печени. Необходимо внутривенно. Но если нет вариантов, то липосомальный подойдёт. Ну, или обычный тоже может подойти. Но лучше, конечно, его принимать вместе с кальцием. Потому что кальций улучшает всасываемость. Или также его можно комбинировать или с расторожей, или другими лекарствами. Вообще, 3-6 грамм каждые 2-4 часа необходимо. И плюс внутривенно аскорбат на 3-3 грамма в день. Поэтому, конечно же, трудно найти, кто будет именно внутривенно использовать. Но если нету, то, конечно, принимайте большие дозы. Вот, например, так же, как здесь, так же описывается. И ссылки на книги, как врачи описывают, как вообще это всё происходит. И не бойтесь больших доз, потому что там какая-то патология, проблема. Организм хорошо переносит там около 100 грамм и больше. Нак. Ацетилцистеин. Ну, в аптеке он идёт с названием АЦЦ. Среди, конечно же, различных спорных методов всё-таки его рекомендуют. Поскольку амотоксин, он понижает уровень глутатиона. А это очень важный антиоксидант. И, конечно же, так же он предотвращает разрушение клеток печени. И увеличивает выживаемость без трансплантации. И эффективен при энцефилопатии первой и второй степени. Конечно же, тоже вообще здесь я не нашла как бы дозировку. Но всё-таки там в районе 1200 должна быть дозировка. Может и больше. Так что всё-таки его так же внутривенно вливают. Но если нету какой-то возможности, то, в принципе, и тот же АЦЦ подойдёт. Просто его много пить надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!